Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Гродно Плюс, программа «Званый гость». У каждого человека есть свой стиль, манера разговаривать, ходить и, конечно, одеваться. Алена Витко и сама выглядит ярко, неповторимо и делает уникальные модные вещи всем любителям искусства. В ее арсенале четыре предмета – шерсть, вода, мыло и пленка. Но какие чудеса творит из заурядных вещей талантливая мастерица? Сегодня мы расскажем вам о том, как рождается коллекция одежды из валеной шерсти. Знакомьтесь, в студии «Званого гостя» дизайнер Алена Витко. Здравствуйте! Алена, ну вы сегодня пришли к нам не с пустыми руками, принесли уникальные свои вещи и сразу так добавили яркости, весеннего настроения в нашу студию. Ну я знаю, что вы с детства, как настоящая женщина, модница, увлекались и красивыми сумочками, и прекрасными нарядами. Вы вообще помните, когда впервые вы своими собственными руками создали вещь, и что это было? Да, конечно, я прекрасно помню. Это, наверное, был седьмой класс. Время, когда был популярен джинс? Да, время, когда… Кстати, джинс, да. И первая, наверное, такая сумочка была, шита моими руками, с какой-то такой дикой надписью «Лав», ну тогда было это очень модно, с бахромой. И, в общем-то, эта сумочка имела ошеломляющий успех среди моих одноклассников. То есть я смело с ней ходила и, в общем-то, производила впечатление. То есть можно сказать, что дизайнером вы занимаетесь на протяжении всей своей жизни. Да. А после этой сумочки что дальше начало появляться в вашей жизни? Были очень интересные вещи, какие-то невообразимые пальто, были шляпы, просто с огромным количеством на них пуговиц нашитыми. То есть я как-то всегда старалась выделяться из толпы, но мне это поднимает настроение, это поднимает настроение окружающим. Это здорово. И вот в вашей жизни, примерно два года назад, появилась валеная шерсть. Расскажите, как, откуда, с чего всё началось? Ну, вы знаете, его величество случай, решил всё. В общем-то, на подруге увидела шарфик из валеной шерсти. Меня настолько поразил вид этого шарфика, я не поняла, что это, из чего. Я приблизила его к себе и спрашивала, что это такое. Она говорит, что это шарфик из валеной шерсти. Говорит, моя подруга делает такие уникальные вещи в Литве у наших соседей. То есть это более распространено, оказалось, чем вот у нас. Вы поняли, в Гродно таких вещей нет. Ну, как-то я... У вас не подчатый край работы. Я не видела, чтобы вот так люди ходили в свободном доступе, это где-то продавалось. То есть вот как-то так... Я вообще сначала об этом не думала. Я думала о том, что всё, теперь у меня есть материал, из которого я могу творить. Шляпки, шарфики, какие-то уникальные пальтишки. Можно шерстью рисовать. Это настолько здорово. Но кто был вашим наставником? У вас же не было кого взять это всё из жизни. Интернет, да. То есть как это не банально звучит? Интернет. Там настолько всё продумано, здорово. И люди делятся своим опытом из разных уголков света. Это, конечно, вообще замечательно. И по интернету я научилась всему сама. Ну вот я смотрю на все эти изысканные вещи, и я вот не могу поверить. Потому что вот действительно вода, мыло и вот такие чудеса? Да, действительно так. И руки вот эти вот. Да, значит, как происходит процесс, я думаю, надо рассказать нашим телезрителям. Это сухая шерсть берётся? Это сухая шерсть. Она, благо, продаётся в большом количестве. И есть белорусского производства шерсти. Очень хорошая слонимская фабрика. Вообще дорогой это материал? Ну, как бы достаточно такой, не из дешёвых. Поэтому, может быть, не так распространён у нас. Но долговечный, наверное? Ну, я думаю, да. Да, как бы он по своим свойствам однозначно превосходит все синтетические материалы. Это же натурально. И по своим свойствам гигроскопичности. И, в общем, его практически можно не стирать. То есть ходить в этих вещах долго и не требует никакой стирки. И не марки. Не марки. И как-то вот от него как будто бы всё отталкивается. Ну, хорошо. И вот у вас есть шерсть. У меня есть шерсть. Значит, такая вот пупырчатая плёнка, которую часто выбрасывают от телевизоров, от холодильников, от дверей, от всего. Вот. Такая плёнка. Она раскладывается, значит, на ровной поверхности. И маленькими кусочками рвётся вот эта шерсть из мотка и укладывается аккуратненько-аккуратненько. Конечно, от раскладки зависит очень многое. От раскладки зависит качество изделия. Поэтому, конечно, надо очень долго тренироваться, чтобы научиться равномерно раскладывать шерсть. Собственно говоря, я уже тренируюсь два года. И думаю, что сейчас это уже как бы на более высоком уровне, не скажу совершенном, потому что совершенства у нас в мире нет. Нет предела совершенства. Да, нет предела. Но на более таком высоком уровне, чем это было изначально. То есть это два... И затем берёте мыло. Да, я беру мыло и, значит, смачиваю сначала водой, потом жидким мылом или каким-то средством, шампунем можно. Можно средством для мытья посуды, как ни странно. То есть любым мыльным, жидким средством. И смачиваю всё. Потом накрываю этой же пупырчатой плёнкой. И вот это вот изделие я скручиваю на палку. То есть такая палка деревянная. Как швабра, обыкновенная палка. Да, как швабра, да. Закручиваю и катаю. Вот таким образом, как катается тесто, раскатывается. Катать нужно очень... Часами. Да, часами. Да, совершенно верно, часами. Включаете музыку и катаете. Ну да, между делом воспитываю детей. В общем-то, вот так вот происходит моё творчество. А я почему-то представляла, что ваши руки постоянно в мыльном растворе. Нет, такого не происходит? Ну, я стараюсь, чтобы поменьше они соприкасались, потому что поначалу, когда я не знала, это были язвы на руках, это, в общем-то, были перчатки и какие-то вообще другие моменты. То есть я теперь стараюсь, чтобы всё-таки поменьше с мылом соприкасаться, потому что это разъедает руки. Ну, я знаю, что уже гродницы успели оценить ваши работы, и у вас есть много поклонников. А как насчёт плотяной моли? Я знаю, что она очень любит шерсть, но она терпеть не может запах мыла. Ну, вы знаете, вот как раз-таки мыла на моих изделиях не остаётся. А запах? То, что и запах как бы запах шерсти, не мыла, ничего, потому что мыла потом, после того, как изделие свалено, оно совершенно спокойно выполаскивается всё без остатка, в общем-то, на шерсти. Я спасаюсь от моли просто элементарной духи. У любой женщины её в арсенале этих духов полно. Поэтому как бы надушил эти изделия. Наверное, вали на шесть хорошо сохраняет запах духа. Да, да, хорошо сохраняет. И, в общем-то, конечно, я слышала где-то, может быть, ореховые листья, ну, это как из народных таких средств от моли, но никогда не пробовала. Мне хватает духов, ничего, ни одно изделие моё не поела моль. Где черпаете вдохновение? Вдохновение, ну, вы знаете, как... Это такое дело, что оно приходит неожиданно, буквально в какой-то... Вот у вас красивые цветы, может быть, мне что-нибудь такое интересное свалять. То есть это и жизнь, и красивый закат. С таким вот красивым цветом, да. Закат какой-то, какие-то... Путешествия. Путешествия, может быть, да. Потом сами люди, которые приходят, они дают уже какой-то толчок для творчества. Вот недавно женщина ко мне пришла, говорит, вот я бы хотела очень жилеточку такую. Вот у меня есть такой кусочек лисички, лисьего меха. И мы такую ей жилеточку сделали, что я просто сама удивилась, как я... Вот просто даже об этом не думала, что можно вот сочетать уже готовый мех и с вот этим валеном. Алена, а почему вы не делаете детскую одежду? То есть у вас же есть три таких замечательных человека, которые могут оценить вашу работу, я имею в виду ваших деток. Ну, чуть-чуть делаю, как бы тут можно вспомнить пословицу «сапожник без сапог». Но я думаю, что дети на меня не в обиде, потому что у дочки есть шапочка, в общем-то, Hello Kitty, которую я делала. Потом, ну, сыну своему делала пинеточки, то есть какие-то шарфики у них это есть. То есть так вот... А, пинеточки у вас, я просто хотела еще у вас спросить, почему вы не делаете обувь? Мне тоже кажется, что это такой момент очень интересный. Здорово, да, было бы попробовать. Но вы знаете, тут я сама не справлюсь в этом вопросе. Тут должен быть профессиональный обувщик, который красиво сделает подошву. И, в общем-то, я пока не занималась этим вопросом, но, может быть, я когда-то буду делать такие комплекты, которые, в общем-то, будут включать и шляпку, и пальто, и обувь, и сумку в одном ключе. Это будет вообще уникально. Ну, и дай бог, чтобы сегодня вас увидел, услышал обувщик, разыскал вас, и у вас такой интересный тандем сразу же образовался. Это было бы, конечно, здорово. Ваша страсть в шляпке. И почему именно они? Ну, потому что в шляпке женщина становится женщиной-загадкой. То есть, когда ты идешь без шляпки, это одно. Но когда ты одеваешь шляпку, все мужчины буквально падают штабелями. Проверено на практике, да? Проверено на практике, да. То есть шляпка эта привлекает внимание, она дает законченность образу. И, в общем-то, здорово, что есть шляпы. Ну, я знаю, что вы очень любите яркие цвета. Красный, желтый, оранжевый. Это говорит о том, что у вас незаурядная интуиция. Вы наделены богатым воображением и развитым художественным вкусом, но при этом очень самоуверены, весьма упрямы и крайне вспыльчивы. Это так? Ну, как бы, так вы меня прям уже сразу раскусили. Ну, это, говорят, цвета, которые вы любите. На самом деле, эта любовь, наверное, заложена где-то у меня, может быть, в генах моих. Потому что, как гласит легенда, у меня где-то даже были цыгане в роду. Поэтому видно вот это вот... Не прошло все бесхледно. Да-да-да. Вот это вот, видимо, генетическая какая-то такая память. Мама ваша также увлекалась шитьем дизайнера? Да, мама увлекалась, да. И, собственно говоря, она меня научила шить. И я ничего не заканчивала профессионально, но, в общем-то, шью довольно сносно. Как-то это вот все довольно неплохо получается у меня. Ну, так вы как, вспыльчивы? Вот делаете вы шапочку, столько времени, уделяете в ней в римане, и тут она у вас не получается. И что, вы ее так на мелкие кусочки режете, мусорку выкидываете, и потом целый день ходите без настроения? Нет, у меня все шляпки получаются, как ни странно. Потому что даже какая-то шляпка... Потому что когда-то пыталась еще раньше заниматься шляпами, переделывала какие-то старые, ненужные, то есть такое вот. Потому что на чем-то надо тренироваться. И даже сама шляпа другую раз подскажет какой-то выход. То есть какое-то... что-то добавишь, и она уже заиграет другими красками. Поэтому, не знаю, всегда получается. Ну, а бывает такое, вы хотели сделать шляпку, а получилось в конечном итоге украшение или что-то еще? Ну... Приходится переделывать на ходу что-то? Или вот все задуманное всегда получается? Ну, это было бы слишком, как бы так... Вы же понимаете, что не все задуманное. Такого не бывает. Да, такого не бывает. Поэтому у меня всегда так. Отходы в доходы. Бывает так, что что-то там где-то с размером не получилось или не рассчитала по цвету. Я это откладываю, и потом из этого же буквально тут же рождается какая-то новая вещь. Так вот у меня было недавно. Сделала рукава, потом подумала, боже мой, ой, у меня же просили, чтобы было минимальное там количество, пятнышек, а я уже там леопарда сделала. И вот из этой же, вот из этих же рукавов получила замечательная жилетка, которую тоже нашли с ценителей. В общем-то, уже она ходит. Все худшее к лучшему, нашелся новый подход и новая вещь. В одном из интервью вы говорили, что для вас, для работы, огромнейший стимул — это желание быть не такой, как все, выделяться из толпы. А вот какие еще свои черты характера можете охарактеризовать? Что помогает вам в работе? Трудолюбие однозначно. Трудолюбие. Причем такое, знаете, как я другой раз думаю, что я работаю все время. Трудоголик вы. Не жалеете вы себя. Я не жалею себя. Все касаете и касаете. И у меня все новые и новые идеи возникают. Я не знаю, мне другой раз спрашивают, не надоело ли тебе вот это валяние? Действительно, да. Это же такой труд. Как-то надо бы, может быть, отдохнуть. А я говорю, нет, как-то пока не надоело. Вот два года уже вот как-то занимаюсь этим. И не надоедает. И каждый раз какие-то новые идеи. Я сейчас заканчиваю это. Потом, ой, вот это же можно. И начинаю тут же другое. Поэтому это такой непрерывный процесс. Но еще, наверное, все-таки желание и стремление довести начатое до конца. Да, вот это меня учил мой папа, что держать свое слово и доводить начатое до конца. Это родители это привыкают, дети. Но у вас уже подрастает дочь, уже ей 13 лет. Она тоже так же, глядя на вас, уже испытывает какое-то увлечение к дизайнерским вещами. Тоже как-то себя проявляет? Да, да. Вы знаете, да. И я тоже стараюсь ее одевать ярко. Потому что у нас в жизни как-то хватает серого, хватает черного. А вот эти яркие цвета, они помогают радоваться. А дизайнер, для вас это профессия или все-таки творческое увлечение? Это хобби, которое переросло в профессию. Но где-то на подкорках я всегда хотела быть модельером. Хотела поступать в Витебск. Но поступила в Гродно, потому что не хотела уезжать от своей любимой мамочки. Вот, то есть вот как-то так. Хорошо, вернемся к вашим хобби. У вас есть дача, на которой вы часами проводите время за занятием ландшафтным дизайном. Еще вы прекрасно умеете и с удовольствием делаете оформление стен. Плюс к этому вы еще работаете с кожей, с пластилином. Так все-таки какое ваше призвание? Ну, в общем-то, я так считаю, что творческая личность должна быть разносторонне развита. Поэтому тут ничего нет удивительного, что я занимаюсь и тем, и этим. Я не занимаюсь всем одновременно. Был период, когда я делала ремонт на даче, который из какого-то небольшого кусочка перерос в какую-то грандиозную стройку. Вот. Потом были росписи стен, потому что стен было много, и хотелось, чтобы было красиво и там, и там, и там. И в квартире у меня росписи. Две росписи в квартире, на даче, наверное, порядка трех или четырех. То есть и детская расписана. Ну, как-то вот был такой период. А потом явилась шерсть. И пока она перекрыла все мои другие увлечения. Понятно. Ну, значит, нашли свою нишу в жизни или все-таки еще ищете? Ну, вы знаете, время покажет. Нашла я или ищу. Но пока мне это нравится, буду работать в этом направлении. Как-то, может быть, развиваться, популяризировать мое творчество. Хочется, чтобы все-таки вот этим интересным, так сказать, вот этим валянием я заразила побольше народу. Потому что это здорово. Шерсть теплая на ощупь. У нее столько всевозможных различных оттенков бывает. Из нее можно делать на одежде, можно делать картины. То есть я делала такие работы. Петербург у меня был, Венеция. Это Венеция раз и на шляпке, и на сумке, и где-то на какой-то жилетке, и на каких-то пальто. Вот у меня была коллекция «Звуки Парижа». Так там на пальто совершенно спокойно уместилось сзади пальто Эйфелева башни. То есть, ну, это уникальные вещи. Мне хочется, чтобы как можно больше людей в них ходили. А правда, что она до такой степени приятная, что даже вот можно и на голое тело одевать? Да, она настолько обработана. Вот современная шерсть, она без остова. То есть она очень хорошо обработана и мягенькая к шее. Вот я даже своим клиентам другой раз говорю, попробуйте вот так вот к шее приложить. Да, действительно, когда они спрашивают, не колючая ли шерсть. Но у вас уже не одна была выставка в нашем городе, а кто-то, кроме гроднинцев, знаком с вашей коллекцией одежды? Да, меня приглашали в Лицкий музей ремесел. Там была моя выставка. Правда, не персональная такая, коллективная. Но больше было, конечно, моих работ. Потом, значит, еще мои работы. Очень покупают почему-то россияне. Вот, как бы они очень любят, знают шерсть. У них просто холоднее, наверное. И где-то там даже в Москве ходят в моих юбках. То есть это приятно, что география чуть-чуть расширяется. На Запад пока ничего не ушло, поэтому так вот как-то. Но над чем вы работаете сейчас? Вот очень интересно я делаю пальто летнее. Сама женщина-заказчица, очень неординарная личность, подошла к этому вопросу, так вот нестандартный, и заказала мне такое, что я никогда не делала. То есть это ажурное, вот а-ля вот этот шарфик синенький, который лежит на столе. В общем-то, ажурное такое пальто на лето. То есть получается такая вещь, что... Я тоже думала, что валеная шерсть, это сезонный такой материал. На осень, когда более холодно. Вы понимаете, даже когда я в другой раз хожу в валеной шляпке, в ней и не жарко, и не холодно. Вот это еще одно уникальное свойство шерсти. Поэтому она, наверное, где-то знала про эти шерстяные свойства, и, в общем-то, заказала такое уникальное пальтишко. Алена, а как вы относитесь к таким вот объявлениям, как мастер-класс «Научу делать уникальные вещи за три часа»? Ну, вы знаете, это невозможно, потому что я занимаюсь этим два года, и я не считаю себя профессионалом в этой области, так скорее даже где-то любитель. Потому что, ну, годы, годы должны пройти, чтобы настолько добиться какого-то мастерства в этом вопросе. Поэтому, ну, что-то где-то услышать, там как-то понять хотя бы основные принципы можно. Но дальше нужно самому развиваться, нужно работать, работать до язды, до мозолей, и все это как бы тогда только получится. Ну, интернет вам дал первые азы. Но вы до сих пор туда возвращаетесь, и что-то черпаете для себя новое? Ну, вы знаете, иногда да, потому что что-то, может быть, какого-то человека надо натолкнуть на какую-то мысль. Что-то где-то, да, когда-то подсматриваю. Но не без этого, потому что столько мастеров, столько уникальных людей, у каждого что-то свое новое, и, в общем-то, удивительное. Ну, а как планы на будущее? Поделитесь немножко? Ну, пока вот буду продвигать, так сказать, вот эту вот линию валеной шерсти, и, в общем-то, популяризировать это давно забытое искусство, потому что наши бабушки это все умели делать. Даже, скорее, может быть, не бабушки, потому что это было, наверное, еще раньше. Это, может быть, наши прабабушки или прапрабабушки, потому что ткачество заменило вот эти все изделия. Ну, в общем-то, как-то так. Алена, я благодарю, что вы нашли время, чтобы прийти, показать, рассказать о своих работах. Я желаю вам удачи и творческого вдохновения. Спасибо большое. А с вами, уважаемые телезрители, я прощаюсь. Напомню, гостем нашей программы была дизайнер одежды Алена Витко. Никогда не останавливайтесь на достигнутом, развивайтесь. Вкладывайте частичку души во все, что вы делаете, и тогда люди обязательно заметят и должным образом оценят ваши старания. Пока!